Ну что, ребят, всем привет! Наконец-то я увидел своего брата, это такая редкость. Знакомлю вас. Вагнер Иван, действующий космонавт, герой России. И сегодня он решил со мной поболтать и рассказать все самые сокровенные свои мечты, желания и темы по увлечениям. В общем, Вань, давай, как ты познаешь мир? Как я познаю мир? Сейчас скажу маленькую ремарку. Эксплуатация труда космонавта ему будет стоить дорого. Заставил меня снимать на свою селфи-камеру. Как можем познавать мир? Знаешь, я познаю его, наверное, через какие-то активности. Вообще есть несколько вариантов, которые надо, конечно, комбинировать, но нельзя уходить только в один. Например, можно познавать мир, читая книгу на диване. Умную книгу, изучать законы физики, термодинамику, химию и так далее. Это все нужно. Но можно прилипнуть к дивану и оставаться на диване. Можно читать какие-нибудь романы, путешествия, приключенческие вещи. И это тоже все классно. Но, допустим, мне не хватает движухи дальше. Можно в интернете это все посмотреть, ролики на ютюбе посмотреть, успокоиться и также остаться на диване. Но можно, допустим, куда-то поехать. Почитал какое-то место, увидел его, думал, что хочу и поехал. И это уже называется туризм. А если ты к этому туризму добавляешь... Вот тебе прям мало просто так туда поехать. И есть же какие-то активные для людей, которые любят активно проводить свое время. Есть активные виды отдыха, экстремальные виды спорта, например. И это тоже способ изучения мира. То есть ты не только там почитал, ты не только узнал. Ты научился чему-то и активно провел время. И вот это место, ты увидел регион, например, ты путешествуешь по этому региону. Но при этом ты получаешь не только яркие эмоции от этого региона. Ты получаешь яркие эмоции от того вида активности, которым тебе нравится, которым ты занимаешься. И, как правило, в этом же ты занимаешься, скорее всего, не один, а с командой единомышленников. С друзьями, с крутой бандой, можно так сказать, которая добавляет тебе еще эмоций. И тут получается складываться три в одно. Любимый вид активности, какой-то там экстремальный вид спорта и так далее. Классная компания и классное место. И вот в этом плане места, которые ты смотришь, они заходят намного лучше, потому что у тебя как минимум три составляющих хорошего ввода. Интриги, скандалы, расследования. Чем занимался Вагнер в детстве? Давай, поехали. Помнишь, у тебя была такая скамейка, на которой ты после фильма «Брюса Али» тренировал в свои руки? Почему это привело? Скамейка. Ну да, ты такой у деда, знаешь, долбил по каким-то этим боленьям, банкам. Боленьям, банкам, да-да-да. Привело это к тому, что занимался боевыми искусствами в итоге в институте. Пока учился параллельно. Ну и выступал. К чему это привело, да, к тому, что помогает в жизни в целом. В детали не будем уходить. Иногда это очень помогало. Вот. Да, влияние фильмов, я бы сказал, что я и в космос захотел, после того, как посмотрел «Звездные войны». Вот. Влияние фильмов все-таки на детский разум нельзя исключать. Ну, Вань, смотри, какие активности вообще тебе еще нравятся? Понятно, работа-работай там, это рабочие такие моменты, которые всегда, в принципе, активные. А вот такие для души, знаешь, там, семьей поехал куда-то, кайфанул или еще как-то. Ну, сейчас мы опять вернемся к серфу. Серф – это отличная тема, да? Серф – да, отличная тема. Я, наверное, 10 лет назад первый раз я в 11 попробовал суть такое. Тоже с детства было интересно. И когда я это попробовал, я подумал. Отличный вариант для семейного отдыха. Ты вроде как на пляже, тут вроде как семья, но ты вроде как активно занят. В реальности так и работает. Семье это все не интересно. И там, к сожалению, у нас в стране не так много мест, где это можно делать. И, как правило, холодно. А если везти куда-то в другое место, то, ну, семье нужны не волны, а детям нужны какие-то такие мелкие вещи, где там нужно поплескаться. Пока эта история не работает. Но вот так я пришел немножко к серфу. Вообще, в целом, я понимаю, что мне нравится все, что связано с водой в разных агрегатных ее состояниях. Сноуборд – это езда по снегу. Снег – это вода замерзшая. Сёрф – то же самое. Каякинг, водный туризм, лыжи. Ну, это все связано со скольжением по водной структуре. Просто она или жидкая, или замерзшая. Пробовал, опять же, да, скажи что, и прыжки с парашютом, и дайвинг. Дайвинг вроде бы в вода, но нравится, но я бы не сказал, чтобы прям затянуло. И то же самое с парашютом, с прыжками. Да, это интересно, но не в топе моих увлечений. И поэтому времени нет. Времени сейчас нет даже на базовые какие-то свои активности любимые. Вот, поэтому вот такие вещи, они интересны, но не так сильно затягивают. Все-таки, наверное, то, что пошло с детства, оно остается основным. Можно сказать, это впитано с молоком матери. Да, да, да. Поэтому, да, все-таки туризм, походы, водные походы, беговые лыжи, сноуборд. Вот, пока вот на этом остановился, да, иногда получается где-то дорваться до серфа, иногда получается где-то прыгнуть с парашютом, в основном, конечно, по рабочим вещам. Где-то понырять получается. Ну, вот это, опять же, все связано больше с работой. Так для себя, конечно, вот эти активности остаются. Ну, и, конечно, хороший вариант с семьей, когда отдыхаешь, да, это трекинг. Трекинг – это когда по горам, по красивым местам, просто чтобы не сидеть на диване, берешь с собой в охапку детей и в горы. Были такие истории, когда я носил в коляске, в переноске младшего с собой по тропе здоровья в Красной Поляне. История была веселая. Мы подъехали, он уснул в коляске. Ему, наверное, было около года еще. Или год с небольшим. Он уснул. Коляска была легкая, 6 килограмм всего. И мы подошли к этой тропе, думаем, ну, с женой, с дочкой, с сыном, ну, че, раз пошли, надо идти. Тропа небольшая, всего 2 километра. Набор там метров 100 всего лишь, ну, ерунда. Ну, и пошли. Вот. И было очень весело смотреть, когда люди шли ко мне навстречу, все запыхавшиеся. Я иду с коляской в охапку и с сыном на руках. Потому что катить ее там невозможно по этим кореньям было. И лестнице. Самое смешное, что я понял, почему они на меня смотрели круглыми глазами. Потому что мы начали с выхода, с тропы. Он был более-менее плавный. Потому что когда мы спускались там, где вход обычный, да, у людей, там просто взлет такой лестницы, мы по нему просто уже спускались. И если бы мы пошли с той стороны, я бы не пошел, конечно, с колясками рука в гору. Вот. Но в целом таскаю и себя, и детей, и сходу по таким тропам. И тоже хороший вариант активно провести время, посмотреть красивые места. Наверное, это тоже с детства. В детстве родители таскали нас за грибами и за ягодами по лесу. Вот. Поэтому я сейчас таскаю своих просто так погулять. Я вот знаю историю от твоей мамы, как она вообще отправила вас с Женькой, короче, на то, чтобы заниматься катамаранингом и каякингом. В общем, рассказываю вам. Иван жил в доме, и с этого дома был вид на речку. Речка была замерзшая льдом. И вот от сброса канализации такая теплая промойна. И в этой теплой промойне, короче, тренировались мальчишки и девчонки. Тренировались на каяках. И матушка такая смотрит и говорит, вот сюда я отдам своих мужиков. Такая была история. Теперь коррекция истории небольшая. Давай-давай-давай, откорректируй. Уже была весна, и полынья была не от канализации. Канализацию не видно, она ниже по течению. Но из окна видно, да, было полынья. И в ней уже действительно на лодочках цветных катались ребята. И я посмотрел в этот момент, ну, в окно, увидел. Опа, классно. На цветных лодках люди катаются по воде. Думаю, блин, мне это интересно. Можно я туда пойду? Вот, выяснилось, что, оказывается, двоюродный брат уже ходит туда, Андрей. Вот, и через него пришел вот туда, попробовал. И я бы не сказал, что прям сразу зашло. Потому что все-таки весна, и в 90-х не было никакого снаряжения. Ну, при катану с пузырями были? Были, были, да. Вот, поэтому в первых нескольких сезонах я катался вот так вот вдоль берега. В течение весны и лета, лета, осени. И ездил на Иксу, на сборах. Зацепило меня это все дело после того, как я сходил в первый поход. В первый настоящий поход. И потихонечку втянулся в эту всю историю. И до сих пор руки отпускают. Есть ведь клуб в Плесецком районе Архангельской области, поселки Северняш, названные твоим именем. Как так произошло-то вообще? Да произошло. На самом деле, хотели восстановить каякинг, туризм в нашем поселке. Вот, и тренера, которые еще нас тренировали, вводили в свое время, поддержали эту идею и создали тупу. Вот, я им всячески пытаюсь помогать. Где-то, где-то, где-то делом, где-то просто идеями, где-то просто заряжая их на хорошие вещи. Ну, и, в общем-то, организовались, нашлись люди, которые хотят этим, помогают им заниматься. И потихонечку начинают возрождать туризм. Ну, потому что это важно для детей, чтобы дети не сидели дома у компьютеров все время, а как-то шевелились, что-то делали. Узнавали мир, потому что сегодня ребенок очень сильно приколен гаджетом, он зажат в определенных искусственных условиях. И если он не уходит куда-то на природу, он даже не знает, как это все устроено, как это все работает, как может быть на самом деле на природе хорошо. И это очень важно для детей доносить. Плюс определенные трудности, лишения, чистка котлов и так далее, и так далее. Это все дисциплинирует, и это все потом к шлюзу пойдет.